друзья всем добрый день меня зовут павел шумилов я автор канала акции китая china stocks сегодня с 12 июня и мы как обычно поговорим что интересного происходит с китайскими компаниями с экономика китая на этой неделе нас китайские акции довольно таки существенно выросли а либо баун выросла на 17 с лишним процентов джейди ком вырос на 8 процентов пиндуду мой любимый вырос на 18 процентов также выросли компании как иди было много интересных новостей по этой компании вырос образовательный сектор там аудикаешин на 19 процентов вырос new oriental на 26 процентов в общем очень многие компании китай на этой неделе очень существенно выросли хотя рост мог быть еще больше потому что вот в четверг был такой откат падение китая в пятницу нас боковая динамика была а предыдущие дни соответственно был существенный рост было очень много интересных новостей но новостях попозже поговорим хуже на этой неделе выглядел сектор нефтянки по китаю и утилитис ну давайте идти далее в общем на этой неделе нас китай рос несмотря на то что я думаю что у нас на это будет коррекция тем не менее к счастью и не случилось но это не по техническим причинам не случилось а потому что выходило много хороших новостей по китаю и так и давайте теперь поговорим что у нас будет на следующей неделе по статистике у нас в среду 15 июня такой наиболее информативный день у нас выходит инвестиции со мной капитал объем промышленного производства самая важная информация и что еще на службе заработиться китай тоже выйдет и остальные дни довольно таки вялый ничего важного у нас не выходит по статистике поэтому только среда у нас будет значительная с точки зрения статистики да что у нас было на прошлой неделе это у нас вышли данные по которые говорят про инфляцию в китае и на этом фоне данные вышли намного намного лучше чем в америке чем во всем остальном мире то есть фактически китай все отлично с инфляцией даже местами она падает во всем мире все плохо это известно поэтому на этом фоне бы очень позитивный рост потому что все ожидают что денежно-кредитная политика китай может продолжать смягчаться будут денежные вливания возможно понизит процентную ставку и так далее китай на сейчас несмотря на рост находится на дне и очень много возможностей для роста был бы на то политическая воля китая я думаю это единственный момент чего нам не хватает для роста дальнейшего то есть вот если политики будут китайские и дальше придерживаться того что придерживаются сейчас то есть нет какого-то не бизнеса улучшаются различные моменты что до этого запрещали и соответственно финансовое состояние может очень сильно стимулировать со властями ладно давайте идти далее в новостях мы тоже еще поговорим сейчас давайте посмотрим китайские компании и начнем пролосе т.ф. веб что здесь можно сказать и так очень на мой взгляд важный момент то что мы прошли уже эту линию нисходящего тренда и сейчас у нас похоже формируется уже восходящий тренд чего мы наверное все так долго ждали во всяком случае по к вебу выглядит именно так есть один момент то что мы вот по индикатору уже сейчас находимся в такой зоне откуда скажем так сложно расти без коррекция поэтому я и на прошлой неделе дал коррекцию я сейчас скажем так жду коррекцию опять же если нас не будет какого-нибудь позитива по китаю очередных хороших новостей что-нибудь опять разрешат и так далее поэтому по технике мы должны скорректироваться но по факту посмотрим что будет на новостном фоне и так и т.ф. веб у нас уже прошел этот нисходящий тренд и мы начинаем расти может быть у нас будет коррекция потом продолжится рост скажем так это было бы вполне нормально ну наверно здесь больше добавить нечего именно по к веб ну давайте на недельки посмотрим да здесь то же самое мы прошли этот нисходящий тренд и начали расти притом в том на этой неделе мы могли быть гораздо выше до закрываться но вообще за последние вот несколько недель и т.ф. веб у нас с марта с марта вырастал аж на 65 процентов то есть за пару месяцев рост 65 процентов только по и т.ф. веб и по многим китайским компаниям тоже посмотрим на насколько мы выросли за последние месяцы но давайте вернемся к уже компаниям алибаба тоже нас росла на этом деле очень существенно на неделе на таймфрейме есть все за рост оба индикатора за рост из важного из важного очень важного на мой взгляд это то что алибаба наконец-то выходит из даун тренда и мы прошли вот этот нисходящую линию которую мы не пересекали все время с 2020 года то есть мы уже два года как находились даун тренде наконец-то буквально на этой неделе случилось то о чем тогда вы ждали вас случилось то чем так долго ждали мы преодолели эту нисходящую линию довольно часто после этого случается тестирование этой линии и только после этого продолжение уже роста поэтому скажем так я бы не удивился если мы еще немножко попадали пример там 98 95 долларов и потом продолжили рост по алибаба но это если посмотреть на большом тайме времена неделька что здесь у нас поднявки вот тут тоже самое как пока бы кстати говоря мы по индикаторам сейчас находимся в зоне откуда очень сложно расти поэтому как на прошлой неделе ждал коррекцию так и сейчас жду коррекцию как я уже сказал если не будет каких-то супер хороших новостей которых на этой неделе было очень много и так что здесь еще можно добавить ну опять же вот индикатор я говорю что у нас ожидается коррекция но вот красави нас уже да как бы говорит о том что пора боже скорректироваться на тройке когда пока у нас нет красных свечей и большого счета это говорит о том что можем и дальше расти как бы вот такой момент но на мой взгляд коррекция должна какая-то случится так наверное здесь все ну вот еще такой интерес момент на мой взгляд то что у нас объемчик последние дни росли по алибаба до этого нас в марте были объемы в августе 21 года были объемчики и вот сейчас уже появляются интересно интересно это часто свидетельствует о неком развороте поэтому может быть и дальше мы увидим этот рост и действительно может быть у нас уже случился тот самый разворот тренда очень хотелось на это надеяться ладно давайте идти далее я думаю что примерно плюс минус по всем компаниям китай будет одинаковая картина поэтому вот то что полива бар обычно совпадает другим домами ну давайте посмотрим так ли это и также диком на дневном таймфрейме здесь то же самое по индикаторам мы находимся в той зоне откуда расти уже сложно и должна быть некая коррекция на втором диката нас еще нет красных свечей поэтому теоретически можем продолжить рост даже вот на таком формате да кстати тоже такой момент а если случается такая ситуация что индикатор говорят за то что должна быть коррекция но эта коррекция не случается это на самом деле очень положительный фактор это говорит о том что в рынке есть сила быков и они могут и дальше толщить и тащить потом если мы находимся вот в этой зоне перекупленности и продолжаем росту это перекупленность может месяцами продолжаться поэтому такое тоже часто бывает и в моменте смена тренда вот такой как раз происходит периодически происходит поэтому можем мы скорректироваться продолжить рост а можем и продолжать рост без этой коррекции хотелось бы конечно чтобы было именно так ну посмотрим по факту наверное здесь больше добавить нечего поэтому я обождал коррекцию но если будет позитив продолжим расти и далее давайте идти далее следующая компания пин дуду одна из тех компаний про которую я наверное больше всех нахваливал по объективным причинам у компании наверное может быть самый феноменальный рост с альбаба и джей дико и так вот эта компания нас пин дуду вырастала с марта с марта на сто шестьдесят восемь процентов то есть за несколько месяцев компания выросла на сто шестьдесят восемь процентов сейчас у нас там сто сорок семь процентов но тем не менее на мой взгляд и очень существенный рост во время того когда акции падали я в эту компанию заходила чем писал в телеграм-канале и наверное кто остается до сих пор в акциях пин дуду уже также как и я находится в приятном плюсе по этой компании лично я верю что эта компания нас сделает как минимум и сотку и выше но не так быстро возможно как бы хотелось но я думаю это тоже быть не так уж долго так ладно что здесь можно сказать по технике то же самое как по альбаба и джей диком находится находимся зоне откуда расти будет сложно плюс у нас здесь уровень сопротивления в районе 60 и сейчас наверное скорее всего мы сделаем коррекцию некоторую максимум мы можем упасть до 44 доллара я думаю но надеюсь что этого не будет и потом продолжить роста ближайший уровень сопротивления находится в районе 70 долларов и следующий уровень 100 долларов то есть например с текущего уровня до 100 долларов это у нас еще плюс 65 процентов довольно тоже неплохой рост может ожидаться компании там в течение двух-трех месяцев почему бы и нет и так по пин дуду наверное это все давайте переходить к следующей компании вип-шоп что здесь можно сказать по графику так на неделе таймфрейме у нас за продолжение роста на дневном таймфрейме у нас то же самое ожидается что будет коррекция если вы таких позитивных новостей мы порысаем верхней границы диапазона поэтому я бы ждал уже коррекцию я еще на прошлом деле ждал но если вы конечно еще какие-то позитивные новости по китаю то можем расти и без этой коррекции но индикаторы уже говорят за нее давайте идти далее пробежимся быстренько по всем компании потому что примерно одинаковая картина будет по всем поэтому очень быстро пройдемся балзун следующая и так она дневном таймфрейме здесь за коррекцию rsi как бы уже начинает закругляться второй индикатор и зеленые сечки еще не говорит что вот прямо уже сейчас есть коррекция поэтому ну я буду коррекцию а по факту по факту пока еще никто здесь расходятся на недельном таймфрейме у нас здесь все говорит за продолжение роста и мы вышли уже давно по компании балзун боковик и сейчас уже показываем рост мы находимся сейчас в верхней границе боковика с февраля и принципе я думаю нас ничего не держит продолжить этот рост а по этой компании давайте читали следующей компанией байду вот здесь у нас на дневном таймфрейме немножко похуже все выглядит об индикатор у нас говорят а за коррекцию поэтому на гену так время байду за коррекцию уже все говорит на недели таймфрейме за продолжение роста и зеленых свечка lost- Hate тоже ждет продолжение русский скорее всего нас примерно недельку будет корректироваться а потом бороды расти следующая компания билли билли так на нем на когда ii нас все за продолжение роста по индикаторам на немом таймфрейме у нас настраивайтесь скорее всего это уже коррекции идет 2 диката пока нас задерживается пока еще зеленые свечки то есть индикатор здесь нас сейчас расходится на его ожидал коррекция если не будет каких-то критинка на степь китая следующая компания hello group то конечно все более грустно выглядит когда все китайские компания росли омом у нас загрустил но и такой тоже бывает рядом что мы как минимум подойдем вот к нежней границе этого многолетнего клина в районе 5 долларов сходим и потом скорее всего уже будем корректироваться корректироваться отталкиваться и расти индикатор у нас на дневном таймфрейме по-моему за падение на неделем таймфрейме здесь как раз у нас второй индикатор за рост rsa пока еще не говорит что прямо сейчас будем отталкиваться поэтому ждем ждем когда начнется этот рост потом я думаю что когда этот рост начнется мы довольно таки бодро будем расти например до 10 долларов спойме да мы можем за пару недель вырасти по моему почему бы нет плюс там сто процентов за пару недель когда начнем рост по этой компании ну надо дождаться так следующая компания joy примерно так картина что и по-моему упали на этой неделе и в рамках недельный таймфрейм у нас аж красная линия на недельке rsa это уже такой грустненький поэтому возможно еще куда-то покорректируемся вот куда давайте посмотрим вот тридцать один доллар примерно у нас линия поддержки верой вероятнее всего дойдет до туда где-нибудь вот здесь вот по мучаем всех инвесторов эта компания и потом уже начнем отскакивать евро и 42 и наверняка мы тоже пойдем все в рамках месяц этом это может случиться и потом то есть мы вырасти на 40 процентов когда опять сходим к этой нижней линии боковика многомесячного по этой компании так на дневном таймфрейме у нас индикаторы говорятся что коррекция будет по джо и на неделю там все так пока грустненько выглядит но то же самое как по моему тенцент следующая компания в гонконгских долларах она нас торгуется надеюсь что у вас появится доступ до гонконга для российских месторов через сайт петербургскую биржу и будем уже про тенцента не просто как какой-то эфемерную компанию говорите по компании который будет многие торговать и так что у нас здесь на индикатором диката пока еще говорят за коррекцию норы союна сверху границы канала и после этого чаще всего происходит коррекция поэтому я бы ждал коррекцию со дня на день по китайским компаниям целом потенциал то в частности на недельный таймфрейме у нас все за рост то есть я я жду наверное коррекцию рамках примерно недели а потом продолжим расти следующая компания ли авто мы здесь тоже пробиваем хаи и пары сай и я бы ждал коррекцию конечно же но пока индикатор вас прямо не говорят что вот прям завтра мы начнем падать возможно мы чуть-чуть простем потом уже скорректируйте потом дальше продолжим расти наш переделем таймфрейме здесь все за продолжение роста встреч компания него здесь все чуть-чуть хуже выглядит чем пыли авто на недельке у нас хотя индикаторы за рост но такого вот роста как по ли авто у нас не было что касается дневного таймфрейма здесь у нас индикатор rsa за коллекцию тролика это покажет красной свечи поэтому здесь у нас зона такая неопределенности с точки зрения индикаторов так что здесь можно еще добавить наверное нечего давайте эти далее следующая компания xpeng здесь тоже rsa нас такой может скорректироваться зеленая свечка пока еще не говорит развороте но я думаю что как по всему китаю пойдет так для авто него xpeng будет примерно одинаково двигаться посмотрим будет хорош новости порастем плохие новости или никакие новости скорректируемся так что касается недельки они за недельки по xpeng у нас за существенный рост и вероятно мы скорректируемся в рамках недели потом будем уже продолжать расти последняя компания на сегодня the education вот здесь интересный мой взгляд такой графический режим включаем интересный мой взгляд то что мы уже где-то с апреля с апреля находимся находимся в верхней границе rsi это что мы показываем по факту силу компания обычая бычий тренд получаются у нас есть дошли до верхней границы вот этого того момента когда мы упали упали патологи конечно сильно упали и вот этот верхней границы этого боковика с тех времен и я бы не исключил если мы например прошли все-таки этот эти пять долларов и пошли уже устремились к 11 долларам до из текущих это плюс плюс примерно 100 процентов плюс 136 процентов стекущих я бы не удивился если такой момент произошел что здесь еще добавить ну да конечно мы по индикаторам перекуплено мы перекуплен уже продолжительный период времени на дневном таймфрейме что касается неделя тарифа это нам еще расти и расти и расти по этой компании поэтому я думаю что у нас будет рост но не исключаю некоторую коррекцию краткосрочным рамках недели например так это все компании какой можно сделать вывод по технике если у нас не будет никаких позитивных новостей на следующий день по китаю значит будет коррекция если у нас будет нейтральная или негативная будет коррекция если будет позитив по какие-нибудь там новостям что-нибудь связано с листингом какие-нибудь подвижки или какие-нибудь очередные послабления от властей китая или из тех новостей которые мы слышали на этой неделе которые будут по факту таковыми становиться они только как бы надежды и слухи то мы конечно растем но техника все-таки указывает за коррекцию однако если мы будем расти то это будет очень сильный обычай бычий знак о том что быки сильны и мы можем после того как вот две недели подряд мы будем находиться в верхней границе rsi по китайским компаниям и можем например там продолжать находиться еще месяц или два подряд потому что ну так часто бывает что если мы продолжаем рост несмотря на перекупленность этот рост может продолжаться довольно таки длительный период я надеюсь что так и будет но посмотрим все таки коррекция коррекция кажется должна какая-то быть небольшая недлительная после которой мы продолжим рост давайте уже переходить по мостному блоку у нас много новостей интересных и первая новость юми хонг из нее рента возвращает преподавание английского языка с электронной коммерцией прям эфире и о чем здесь речь а да кто не знает new rental это равнозначная компания стал education даже может быть более крупно немножко и так майкл юмин хонг председатель new rental нашел новый способ увеличить продажи своего стримингового бизнеса вернуть репетиторство по английскому языку 50 едино 59-летний основатель крупнейший частные образователи компании метелькового кита бьется на прямой трансляции на доу юн китайской версии титок также принадлежь байденс после клипов которых ведущий учит зрителей говорить по-английски июль рассказал что то что ведущие говорят на двух языках является ключевым преобразованием для образовательной группы и он поблагодарил пользователей сети за поддержку ведущих которые отказались от своих прежних ролей учителей популярность стримов с участием англоговорящих может дать толчок образовательной группе после того как в прошлом году они сильно постановили от репрессивных мир пекина в отношении отрасли и на мой взгляд это интересно в том плане что это будет например похожие ситуации с аудио кэшен с галту тех и других китайских компаний если они будут это повторять то возможно на этом тоже заработают и это хорошо будет для инвесторов давайте идти далее следующая новость компания джиде ком на сейчас такое блока новостей будет по компаниям а потом несколько новостей по китаю в целом и так джиде ком попытался пытается запустить бизнес по доставке еды китайская компания кроме коммерции джиде ком пытается развить бизнес по доставке еды в соответствии с соглашением продавцы будут работать через приложение джиде дао джи и дадо групп будет отвечать за логистику доставки сообщается что бизнес который еще не запущен сначала будет работать пилотных городах таких как джин шоу настоящее время команда связывает с местными предприятиями от общественного питания по поводу этого плана предприятие продвигается без отделом продуктов питания и напитков и джиде тот же хэнк в новом отделе осознанном недавно настоящий время работает всего лишь 10 человек интересно на мой взгляд потому что довольно большое направление вероятно будет конкурировать с me to an и подразделением alibaba а в общем есть на чем заработать компания джиде ком следующая новость то на чем мы взлетали и падали на прошлой неделе и так пекин дает первоначальное согласие на возобновление ipo ангруп после того как репрессии остыли так центральное руководство китая дало ангрупп предварительно зеленый свет на возобновление первичного публичного размещения акций сообщили два источника рейтерс осведомленные в этом вопросе что является самым явным признаком того что пекин ослабляет свои репрессии против технологического сектора то есть это у нас новость которая официально еще нигде не подвержена каким-то там серым каналом стало известно итак источники сообщили что ланта намеренно подать предварительный проспект эмиссии акции в шанхае и гонконге уже в следующем месяце то есть в июле хочу выделить что именно про шанхай гонконг кричит то есть пока еще они не планируют листинга в сша ну посмотрим посмотрим так по словам одного из источников финте гиганту нужно будет дождаться указания от комиссии по регулированию ценовой бумаги читая конкретных сроках подачи проспекты эмиссии в опубликованном заявлении он сообщил что не планирует перезапускать свой айпио не вдаваясь в подробности компания не ответила на запросы рейтерс о комментариях относительно того получила ли она теленосвет от пекина ант хочет держать планы возрождение айпио в тени в ожидании официального объявления после того как привлекла внимание регулирующих органов органов своей первой попытки еще 2020 году после чем все так дружно падали которая вызвала предложение в виде крупнейшего в мире размещения акции сообщил независимый источник непосредственно осведомленные в этом вопросе хочу такую ремарку сделать на мой взгляд у нас не будет айпио в сша проходить как минимум до тех вот компаниям груда тех пор пока не будет решена вопрос с листингов всех китайских компаний в сша на мой взгляд ангруп все-таки претендует на листинг и в сша и гонконге поэтому наверное полноценная пио будет только после того как решится вопрос с китайскими акциями в сша ладно давайте идти далее следующая новость это про компанию диди компания ведет переговоры о покупке 3 китайского производителя электромобилей синумах сообщают источники и так по словам двух источников компания диди ведет переговоры с компанией синамах автомобайл о покупке 3 подразделения электромобилей то это сигнализирует о том что проблемы регулирования компания диди остаются позади поскольку компания сосредоточена на росте диди намеренно приобрести акции этой компании у миноритарных акционеров и вложить новый капитал в компанию сообщил рейтерс один из источников по словам другого источника доля такой пропорции обойдется детей более чем в один миллиард юаней или примерно 150 миллионов долларов сша по словам источников переговоры находятся на продвинутой стадии один из них сказал что обе стороны дали себе время до конца июня чтобы заключить сделку результате которой диди станет вторым по величине акционером производителя электромобилей синамах автомобайл интересная новость на мой взгляд это говорят о том что компания диди все-таки не собирается умирать собирается развиваться глядя по графику так конечно не скажешь но я думаю что все таки от компании тоже большое будущее сегодня будет хорошо ждем айпио компания в гонконге и наверное там уже может смысл иметь покупать акции и когда на своей собой доступ до гонконга у россии через санкт-петербургскую биржу идемте далее следующая новость компания tencent компания запускает флагманскую игру honor of kanks и так детали этой статьи китайская компания заявила что выпустит свою флагманскую комп мобильную игру honor of kanks по всему миру к концу этого года поскольку отечественный интернет гигант выходит на международный игровой рынок по данным компания сенсор товар многопользовательская экшен игра компании в которой играют в основном в китае неизменно была самой прибыльной с момента ее запуска в 2015 году до сентября прошлого года доход составил 10 миллиардов долларов международный запуск самой кассовой игры tencent отражает стремление компании глобального расширения потому что внутренний рынок стал жестко конкурентным и пострадал от жестких регулятивных мер и действительно это интересный мой взгляд и учитывая то что вот все что происходило с концент и падение вот этих вот из-за игр отложенных это будет интересно для роста компания именно выходить на международный рынок и давайте идти далее следующая новость это у нас уже блок по китаю в целом заявление от 7 социальная стабильность является ключом к балансированию экономики китая и вируса и так детали председатель кнр си цзиньпин подчеркнул необходимость поддержания социальной стабильностью уравновешивания две цели уравновешивая две цели искоренение случаев заболевания ковид и поддержку экономики поскольку строгие ограничения вызывают периодически беспорядки и возмущение в интернете во время визит юго-западную провинцию сычуань си цзиньпин вновь призвал свое правительство не поколебимо придерживаться своей стратегии ковид зеро в то же время обеспечивая баланс с потребностями экономики и социальной стабильности и на елку залезть и не поцарапаться работа от стата работа по поддержанию социальной стабильности должна проводиться хорошо во всех аспектах чтобы люди чувствовали себя уверенно и социальная стабильность была обеспечена съелся китайский лидер также выделил ключевые направления включая занятость социальную защиту и помощь людям живущих в трудных условиях все также подчеркнул тяжелое положение безработицы среди молодежи которая достигла рекордного уровня в этом году и в ближайшие недели ухудшится поскольку 10,76 миллиона выпускников вышли на рынок труда и мне хочется сказать си цзиньпину товарищ си как бы вы полтора года мурыжили свой бизнес бизнес китая и вот к этому пришли так что это ваших рук дело теперь вы можете собственноручно решить эти проблемы и скажите что бизнес важен перестаньте мучить свой бизнес отмените различные запреты перестаньте игровой сектор мучить отстаньте от ильбаба верните интернет образование для школьников ну хотя бы до 9 там не знаю более старшего да там может дети это не стоит мучить на ваш взгляд но как бы ладно так уж быть но все остальное то верните и столько рабочей силы появится столько вакансии появится что все вот эти вот безработные очень быстро найдут работу все будут счастливы китай будет расти дальше и радовать нас всех но это такое лирическое отступление следующая новость умеренная инфляция в китае ставят место для дальнейшего смягчения это то на чем мы росли в среду очень сильно крестьякции выросли потому что все видят что в америке в европе у нас с инфляцией беда полная в китае все отлично все замечательно особенно на фоне того как в кита в америке европе все плохо и так инфляция в китае замедлилось в мае поскольку мировые цены на сырьевые товары снизились потребительский спрос ослаб что дало властям возможность смештить денежно-кредитную политику добавить стимула для поддержки экономики индекс цен производителей вырос на 6,4 процента в прошлом месяце по сравнению с прошлым годом что является самым слабым темпом с марта 21 года показали данные национального бюро статистики от 10 июня 22 года это сопоставимо с 8 процентным ростом в апреле и соответствует ожиданиям экономистов потребительские цены тем временем выросли на 2,5 процента что соответствует среднему прогнозу роста на 2,2 процента вопросе экономистов проведенным блумерк и не изменились с апреля наряду с замедлением индекса цен производителей относительно сдержанная потребительская инфляция вероятно совет опасения китайских политиков по поводу того как и когда ввести дополнительные стимулы в этом году поскольку страна пытается укрепить свою экономику пострадавшую от к вида то есть у всех другие проблемы то что растет инфляция а китай даже что-то нам падает и все все шоколадно в этом плане поэтому ждем на смягчение дкп различных стимулов экономики и роста китайских компаний вот будет интересно смотреть на то когда америка будет падать а китай будет расти надеюсь что мы видим как минимум это и увидим рост китайских компаний ладно давайте идти далее следующая новость китай удваивает стабилизацию торговли чтобы обеспечить рост во втором квартале и так детали статьи китай удвоил усилия по стабилизации своей экономики приняв ряд новых мер для торгового сектора в рамках стремления обеспечить разумный рост экономики во втором квартале по словам экспертов новое официальное заявление призвано поддержать торговый сектор в период спада полагая что торговля китая может вырасти более чем на 5 процентов в течение 20 года тем самым эффективно поддерживая более масштабное экономическое возрождение исполнительное заседание госсовета кабмина страны призвало к усилению поддержки внешней торговли и инвестиции китая на совещании под председательством премьер-министра ли кэдзяна было обещано поэтапное предоставление налоговых льгот в течение трех рабочих дней для предприятий с хорошей кредитоспособностью в отношении экспортных налоговых льгот расширение импорта качественных товаров и ускорение портовой погрузки разгрузки переводки и таможенной очистки сделки свободной торговли такие как всеобъемлющее оригинальное комическое партнерство будет способствовать развитию торговли говорится в протоколе встречи опубликованным информационным агентом синьхуан ну что ж мы только рады только рады что китайская экономика у нас будет стимулироваться и расти и последняя такая тревожная новость части шанхая возвращаются к изоляции район пекина закрывает развлекательные заведения шанхай и пекин вернулись к новым предупреждением кофе 19 после того как некоторые части экономического центра китая начали вводить новую игры новое ограничение на блокировку в то время как самый госнаселенный район китайской столицы закрыл развлекательные заведения обширный район минханг в шанхае где проживает более двух миллионов человек заявил что 11 июня то есть вот в эту субботу проведет тесты на не клеиновые кислоты для всех жителей и приказал жителям оставаться дома в течение этого периода несколько других органов власти на уровне улиц и других районах города также выпустили выдавление о том что жители будут подвергнуты двухдневному заключению и еще 12 днями 12 днями ограничили строго тестирования начали начать четверга 9 июня власти в чаояне пекинском районе с населением более трех миллионов человек приказали закрыть развлекательные заведения и интернет-кафе а посетителям четырех конкретных баров был приказано пройти тестирование и самоизолироваться и вот эта новость который наверное может пугать рынки потому что боятся очередных глобальных локдаунов китай который нарушится очень поставок и возможно мы на этом будем корректироваться на следующей неделе есть нас действительно будет выходить и такие негативные новости пока виду но надеюсь что все-таки китай справится с этим и не будет таких глобальных проблем как нас это были последние вот несколько месяцев и так если подвести итоги по технике по новостному фону потому что у нас сажается статистике на следующей неделе вообще сложнее нас такая будет средняя супер важная статистика вас не ожидается кроме объем права личного производства в среду но это тоже такие данные которые скорее всего не повлияют очень сильно рынке скорее всего и техника нам говорит то что мы должны как бы скорректироваться если нас не выдать супер новостей которые нас выходили на этой неделе есть нас будет нейтральный фон или негативный фон то скорее всего мы будем корректироваться поэтому я бы ждал коллекция если ничего такого не произойдет хорошего но опять же если будет хорошее то можем расти несмотря на то что нас перекупленность на одином таймфрейме и это как раз был бы такой интересный момент говорящая о силе быков о силе рынка по китайским компаниям потому что если мы увидим просто несмотря ни на что то этот рост может продолжиться например еще месяц или два подряд потому что так происходит довольно часто если мы видим что не происходит коррекция когда она должна происходить то этот рост может еще продолжится 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 надеюсь что так и будет и не будет нас очередных мощных локдауна в китае не будет каких-нибудь очередной глупости стороны китайских властей судя по всему они как раз начинает уже разворачиваться еще важный момент то что мы по большинству китайской компании уже вышли из даун тренда и наоборот начался этот рост, уже сменился тренд, похоже, что сменился тренд, думаю, что будет небольшая коррекция, после чего мы продолжим расти. Надеюсь, что так и случится. И всех, кто отмечает День России с праздником, сегодня 12 июня, и, наверное, это все. Надеюсь, что Китай будет расти без коррекций, но если коррекция будет, это будет вполне закономерно. Всем спасибо за просмотр и до следующего видео.